Антикоррупционная прокуратура требует созвать Высший Совет прокуроров. Так, здесь отреагировали на решение Высшего Совета прокурора аннулировать результаты конкурса на должность генпрокурора из-за того, что один из членов ВСП не смог обосновать выставление подозрительно низкой оценки кандидату Иону Мунтиану, который сейчас временно исполняет обязанности генпрокурора. Власти заявили о решении объявить новый конкурс, но эти планы могут быть отменены. Подробности далее. Было обнаружено серьезное несоответствие, которое не было достаточно аргументировано, а именно, не выяснилось, почему один из кандидатов был исключен из конкурса. Это обстоятельство чрезвычайно важно. Учитывая то, что каждый из нас, вступая в должность, взял на себя обязательство придерживаться приоритетов мандата. Это проведение публичного прозрачного конкурса, основанного на принципах меритократии. Председатель Высшего Совета прокуроров не назвал имен. Однако, если обратить внимание на таблицу с количеством баллов, опубликованную на странице ВСП, можно увидеть, что Олеся Верлан по результатам тестового собеседования поставила кандидату Иону Мунтиану общий балл 3,5, что сильно расходится с оценками ее коллег. После отмены результатов собеседования ВСП единогласно приняла решение вообще аннулировать конкурс. Мы взяли на себя ответственность сегодня положить конец этому конкурсу, переосмыслить механизмы, в том числе нормативные положения, которые регулируют это чрезвычайно важное мероприятие. Мы обязуемся переосмыслить и переписать правила, дабы они были ясными, доступными и обеспечивали справедливый процесс отбора. Это решение не окончательное и может быть обжаловано высшей судебной палате в течение 10 дней. Прокурор Октавиан Якимовский, который и набрал самое большое количество баллов и был обозначен главным кандидатом на должность генпрокурора, заявил нам, что решение о дальнейших действиях примет, как только ознакомится с заключением высшего совета прокуроров. Хотелось бы увидеть аргументы, на которые опирался совет. Да, судя по всему, конкурс считался сфальсифицированным, вероятно, членом ВСП. Я хочу посмотреть, насколько это заключение может быть ошибочным. Тогда я и решу, стоит ли и есть ли шанс выиграть дело о возможной апелляции или нет. Отмена выборов генерального прокурора – черное пятно в усилиях Молдовы по евроинтеграции. По словам главы Центра правовых ресурсов, избрание генпрокурора к марту является одним из трех условий, которые Европейская комиссия выдвинула нашей стране. Сценарий сейчас мрачный, потому что конкурс придется реорганизовать. Я задаюсь вопросом, если зарегистрируются те же кандидаты, что дальше? Европейская комиссия ожидает, что этот конкурс, основанный на прозрачности, состоится к марту и шансы на то, что это произойдет к концу марта, невелики. Конкурс по отбору кандидата в генпрокуроры ВСП объявил в октябре прошлого года. Изначально крайним сроком подачи документов было 22 ноября, затем возможность была продлена до 29 декабря. На участие в конкурсе зарегистрировались шесть человек, двое из них были исключены еще до проведения тестовых собеседований.